Этот семинар проводился для членов участковых и окружных избирательных комиссий Сухума и Сухумского района. В течение нескольких дней, согласно графику, ЦИК должен провести подобные мероприятия в каждом районе страны. Мы приглашаем всех представителей наших нижестоящих комиссий. Мало того, двери открыты, могут присутствовать любые желающие, даже представители штабов так называемых. Мы ограничения не делаем ни для кого, это полезно, я думаю, информация будет полезная, она взаимовыгодная. Мы презентуем здесь наш рабочий блокнот, так называемый, хотя он не новый, но претерпел определенные изменения, как вы знаете. Главное, с чем надо ознакомить члена участковой избирательной комиссии, выборные законодательные изменения. Их не так много. Одной из таковых введены удостоверения на право голосования. Вот кому они понадобятся. Людям без прописки, находящимся на территории Республики Абхазия, предоставляется право голосовать путем получения удостоверения на право голосования, которое предоставляется Центральной избирательной комиссии с 15 по 25 августа включительно. Поэтому каждый человек, не имеющий прописки, но имеющий желание, может обратиться в Центральную избирательную комиссию. Ему предоставляется право выбора участка, на котором он хочет голосовать. Сам семинар проводил заместитель главы администрации президента, член ЦИК Дмитрий Шамба. Он подробно остановился на каждом новшестве выборного законодательства, так как часть из них касается работы избирательных комиссий. Открепительные удостоверения отменены, но дополнительные списки будут формироваться из следующего числа избирателей. И в дополнительных списках, следовательно, у вас могут быть только лишь те граждане, которые ошибочно не были включены, которые прописаны на вашем участке, и которых при составлении списков избирателей не включили, либо они получили паспорт уже после того, уже процесс паспортизации продолжается. А также в дополнительном списке могут оказаться лишь те граждане, которые имеют паспорта без прописок. Они получают в ЦИК удостоверение на право голосования. Вот их тоже вы будете включать в дополнительный список. Еще одной переменой стала отмена маркировки пальца спецсоставам. В свое время эта мера была принята как гарантия невозможности многоразового голосования одним гражданином. Очень часто возникали ситуации, когда избиратели по тем или иным причинам высказывали свое недовольство, либо отказывали проходить процедуру маркировку. Эту процедуру исключили. Но вместе с тем законодатель вернул норму, которая позволит исключить голосование дважды при строгом соблюдении закона. То, что не было на последних парламентских выборах, вы знаете, на парламентских выборах исключали штамп в паспорте, этот штамп вернули. Правда, в новом паспорте штамп необходимо будет проставлять на пятой странице. Если вы помните, по стародействующей редакции, когда был паспорт старого образца, штамп проставляли на семнадцатой странице. Сейчас на пятой странице, потому что по новому бланку только эта страница для иных пометок, которая позволяет проставлять штамп о том, чтобы избиратель проголосовал. Ну а одним из самых важных по праву можно считать правила самого голосования. Итак, в бюллетене десять имен. Они напечатаны в алфавитном порядке. Раньше, чтобы сделать выбор, нужно было вычеркнуть имена всех кандидатов, кроме того, за которого гражданин отдает свой голос. Это было так называемое голосование против. Теперь же голосуют за. В клеточке напротив имени выбранного кандидата избиратель должен поставить отметку. Бюллетень недействительный, если нет ни одной отметки, либо более одной отметки. Вот этот бюллетень недействительный. А если фамилия вычеркнута, а там на поле отметка? Если фамилия вычеркнута, на поле отметка, но эти поля не задеты, это действительно. Но если они поставили отметки в каждом поле, ну здесь черточки, а здесь галочки, это недействительный бюллетень. Повторим еще раз. Граждане без прописки должны обратиться в ЦИК для получения удостоверения на право голосования. От крепительных больше нет, и все голосуют по месту прописки. В бюллетене больше не нужно никого вычеркивать. Надо ставить отметку напротив фамилии выбранного кандидата. Элеонора Гилаян, Эдуард Ракелян, Абазатовая.